чего подождите что блять если такое когда-нибудь люди увидели откуда мы вообще можем знать нет хотя всем здрасте всем привет с вами как всегда я лёха хардплей всем здрасте я вот давно давно ждал ролика зомби часа потому что я что-то его все не было и не было не было не было куда-то он запропастился как всегда поставлю лайк поставлю колокол подписку все дела у нас картин сайт наш телеграм-канал спасибо всем огромное за подписочку на пусть и будет первая ссылочка самая ну ты знаешь внизу да то есть можно зайти там посмотреть ну что ж у нас 10 самых загадочных видео снятых в потискать и ультра так скажем актуалочка от зомби честа поехали какая же популярная новость про тех миллиардеров которые заплатили бешеные деньги чтобы погрузиться батискафом на дно океана и увидеть титаник собственными глазами в связи с чем и погибли не они одни погружались в глубины океана на данном аппарате и будоражили весь мир произошедшим некоторые ученые да и просто люди сталкивались чем блин на самом деле оказаться в замкнутом пространстве и быть раздавлены вот этой огромной массой воды мне кажется это очень стремно это ультра стремно и ультра знаете как-то короче не знаю потому что там долго гадали вот эти вот мир я миллиардер там что-то спустились и непонятно вообще как они еще не то ли сразу то ли достали то ли не достали да как говорится да нихер лезть куда не надо вот так вот скажем так но богатых не поймешь так что давайте посмотрим чем-то необъяснимым пугающим ужасающим при погружении на дно океана самое интересное в данном ролике то что им все это удалось заснять на камеру и у нас 10 самых страшных необъяснимых видео снятых в батискафе я тоже думаю сразу средиземного моря при помощи батискафа были найдены загадочные кости неизвестного огромного существа все эти было выложено видео загадочным 30-метровым скелетом снятым при помощи дистанционно управляемого батискафа это видео было выложено деборы хэтсвилл крипто зоологом исследовательницей паранормальных явлений по ее словам видеоролик передал ей неназванный человек которая работает в газовой и нефтяной промышленности частности его работа это есть такой участки морского дна с помощью дистанционного управления аппаратов и это был необычный скелет обнаружены им во время очередного этапа изучения дна для кто-нибудь видит что это скелет что как как понять что это скелет откуда на кадрах ролика можно увидеть скелет с очень длинным позвоночником словно это какое-то змееобразное существо это не похоже на кости привычных морских обитателей средиземного моря в том числе время от времени заплывающихся сюда китов что это сообщается что скелеты на видео довольно крупных размеров и не подходит ни однозначно существу разница с позвоночником кита очевидно у китов обычно 3 ответвление на позвоночнике а у этого существа похоже лишь 2 также у скелета отсутствует череп что для останков кита тоже странно череп у них очень крупный и тяжелый дарьях пользователи сети называют эту находку фантастической и делают предположение что это станки легендарного морского дракона к сожалению нет никого влиять за том брал ли автор видеообразец костей на анализ и есть ли у него возможности сделать это в будущем короче либо эти кости ультра какие-то древние и непонятно вообще откуда они зачем и почему либо это вообще хрен пойми что ну вроде как похоже но где тогда не знаю короче это что-то очень старое это очень древние вообще похоже это на камни съемочная группа сериала голубая планета 2 с помощью батискафа погрузилась на глубину более 700 метров чтобы узнать что происходит с туши кита на морском дне когда батискаф приблизился китовой туши то члены группы заметили несколько акул жуткое зрелище как сообщили члены съемочной группы акулы или батискаф за конкурентов поедание добычи поэтому через некоторое время они начали толкать переднюю часть лодки и биться об нее подлодка очень крепкая но они такие большие что я немного боюсь рассказал один из членов команды однако вскоре акулы перестали атаковать лодку и группа успешно завершила съемку сериала рассказы о русалках появились еще тысячи лет назад люди говорили о красивых рыбообразных женщин вот это существо сняты изнутри глубоководного батискафа может являться русалкой в гренландском море это существо удалось заснять и на камеру под водой глубина составляет 1 километр 1 километр чего подождите ну вообще хотите узнать мое мнение вот вообще лично мое мнение я думаю что вот это дно морское она же совсем не изведана никто же ни хера ничего не знает кто там чего там и так далее и тому подобное вопрос в том есть ли это то есть понимаешь морское дно она же не исследована и кто нам вообще скажет если этих батискафов там всего в мире там сколько там сговорили пять штуках или ческока там да немного кто нам вообще тогда скажет что там внизу творится мы на еще джунгли то не все изучили понимаешь а под водой вообще и подавно хер его знает чё там нам говорят все хорошо мегалодона нет все-таки до мегалодона нет откуда мы можем знать чего там есть чего там нет но тоже никогда это не узнаешь или там какие-то сменоги там какие-нибудь я не знаю там с тентаклями дал какой-то хентай там разных этих ваших вот так ну такого короче ты меня понял откуда мы вообще можем знать не откуда экипаж настолько очарован косяком рыб над головой косяком сразу замечают прямо позади себя гораздо более редкое существа бля это не исключаю возможно возможно такое может быть то есть может быть действительно есть какая-нибудь вообще в воде живущие какие-нибудь крякины до который как-то так и время от времени мы их как бы принимаем за русалок или еще что-то хер его знает может быть есть какая-то жизнь большая перепончатая рука которая примерно в пять раз больше чем у любого человека бьет по стеклу прежде чем оттолкнуться это существо как будто специально захотела сообщить а есть вообще что-то больно правдоподобно выглядит а есть вообще какие-то комментарии от ученых когда вот это было погружение зачем оно было для чего оно было есть какие-то комментарии ли это как обычно снято в ванной блять при погружении на 0 5 миллиметра воды вопрос вопрос понимаешь стоит то есть если было официальное погружение значит она как бы где-то дайверы еще кто-то водолаза ребята они значит знают но на глубине в один километр разорвет понимаешь любую в принципе практические живности это же ты представляешь сколько это 70 процентов он ребята пишут океаны не изучено то ли 60 то ли 70 но странно странно надо будет почитать про вот эту вот тему постараюсь вам следующий раз принести информацию очень интересная такая вещь то ли фэк то ли если это официальное погружение и вот это вот попало в кадр но это тогда вообще от нас людям о своем присутствии что думаете пишите в комментариях под видео я очень правдоподобно очень жуткое видео часть которого придется заплюрить норвежская береговая охрана на дистанционно управляемом речном батискафе погрузилась под воду дабы отыскать пропавших без вести уже как несколько дней рыбаков на данных кадрах мы четко видим одного из рыбаков больше кадры как водолазы его уже достаю понятно что там мистического но утонул человек но подняли данное событие произошло в 2015 году когда двое мужчин поймал большую рыбу были перевернуты в озеро по неизвестной причине они не смогли выбраться из озера и утонули на данных кадрах одного нашли а второго до сих пор нет более подробная информация и кадры без блюра без заболевания вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале чизоид не кликбейт пост за 18 июля а также раз перешел в наш телеграм-канал чизоид не забудь подписаться чтобы узнать первым о самых мистических событиях которые происходят прямо сейчас в мире я скажу тебе по простому серёжа без всяких там вот этих вот придумок и задумок я скажу одно то что ребят кто следил за заброшками здесь ребята и в пусть самые первые узнают о том когда выйдет ближайшие подписывайтесь на наш телеграм-канал не пропускайте стримы но и весь вам понравится а также мои авторские ролики из самых пугающих мест мира запрещенных показу в ютубе ролики и многое другое ссылка на телеграм-канал чизоид в описании и на экране а мы продолжаем предположительно это видео было снято камерой установленной на носу дистанционного подводного аппарата во время осмотра старого нефтяного танкера мы видим косяк рыбы быстро проплывает перед камерой и вдруг в одну из рыб кто-то бросает копье прямо перед камерой вскоре мимо проплывает что-то быстрое чтобы забрать свою добычу что это видео демонстрирует возможности какого-то продвинутого морского существа которые используют различные инструменты для охоты в конце концов человек не способен так глубоко под водой охотиться на рыбу с копьем а все что движется перед камерой слишком быстро для человека конечно очевидный ответ компьютерная графика но я все же хотел бы узнать и что какая-то шляпа реально по-моему график думайте вы об этом странном происшествии не верю люди озадаченными кадрами которые показывают камера установлен съемки может быть настоящий там сколько там 500 метров до было просто графику поверх наложили не верю на ботискафе работники нефтяной вышки осматривали при помощи данного аппарата свое сооружение на наличие повреждений но вдруг появляется огромный неизвестный морской монстр который принимает причудливые формы он словеще приближается камере увеличивается в размерах прежде чем его полная форма предстает перед объективом это вообще чистый график вообще чистейшая это фейк стопроцентный вообще просто 200 процент но странное коричневое существо не похоже ни на что виденное ранее растянувшиеся на метры по всей камере когда фигура движется вдоль камеры она меняет цвет на светло-розовые прежде чем ребят ну шляпу видно прям некоторые предположили что это может быть плацентарной медузой но это существо гораздо больше больше от данного вида медуз что думаете но хер его знает подвод может быть какой-то до пакет так разложился что похож на какие-то порос водорослями там не знаю это очень странно водное существо выглядящая как инопланетянина преобразуют разные формы это видео было снято дистанционно управляемым аппаратом на глубине 1096 метров в индийском океане в непосредственной близости от устья буровой скважины ближе к концу кадра вы можете увидеть и жуткое существо которое видоизменяется видео не подвергалась монтажу и было снято у восточного побережья африки существо плавает около 40 секунд прежде чем внезапно сжаться в крошечный черный шар не фейк по моему через несколько секунд она раскрывается и становится немного удлиненным напоминая соковыжималку для лимона чем является это глубоководное существо до сих пор выясняется вполне возможно ребятка да я думаю что может быть какой подвид медуз кальмара еще какой-то херни который просто живет черт пойми на каких глубинах и просто их как бы их никто не видит не слышит предполагается что нинген крупный водный гуманоид первоначально обнаружены японскими исследователями китов в арктике это видео снятое японским агентством морских и земных науки и технологий убедительно подтверждает легенду медленно движущаяся камера скользит мимо чего-то похожего на округлое гуманоидное существо с двумя большими белыми глазами присмотритесь белые глаза это слепота то есть это херня слепая потому что она живет на глубине такой что там полная темнота возможно возможно не фейк и вы даже сможете увидеть игривую улыбку на лице морского существа которые некоторые называют понимающим взглядом было предположено все от кита до камня причудливой формы что именно это до сих пор неизвестно как думаете что это такое пишите ва может быть какая-нибудь рыба да до глубоководные или еще что то то есть хер его знает ваши предположения в комментариях под видео то что захватила подводная лодка шкаф рисло весь мир есть тонкая грани между вымыслом и реальной жизнью иногда становится страшно есть и существа которые живут среди нас которые выглядят так как будто они не принадлежат реальному миру некоторые животных которых мы видим сегодня считались скриптидами или мифическими существами существование которых граничит с реальностью и вымыслом и это глубоководное существо сказала что вы никогда не узнаете что скрывается в бездне монстр который как мы думаем существует только в человеческом разуме может быть и ри если бы такое когда-нибудь люди увидели там бы влияет реальным странная фотография которая циркулировала в интернете сделана изнутри батискафа видно человека смотрящего на подводное чудовище а если на минутку представить что это реальность бросает и в дрожь реальность инопланетное существо озадачила всех когда кадры были обнародованы где-то в 2008 году это верю это верю это даже по моему как-то уже название дали вот этой херне там типа он щупальцами этими как отростками типа ловит разную шляпу который мимо проплывает компания шелла утверждать что они засняли на видео как она болтается вокруг одной из своих нефтяных платформ и фэй конечном итоге его идентифицировали как длинноногое морское существо называемым кальмаром магна пина даже по сей день и многие утверждают что данное глубоководное существо до сих пор не идентифицирована я думаю реально подводное видео было снято исследовательским судном на утилус известный батискав который принадлежит тому же человеку который нашел затонувший титаник члены экипажа еще не знают что находится в нескольких шагах от еще одного загадочного открытия на этот раз на побережье мексиканского залива вдалеке они заметили выходящее гигантское существо можно услышать их удивление и страх в голосах они говорят капитану отступить это похоже на длинную плавающую веревку из кишок неизвестно это существо движется само по себе или его двигает подводное течение но в какой-то момент она приближается команде к счастью для нас этот синаморф обитает очень глубоко под водой и не причинит вреда хоть и плотоядный откуда не знают плотоядный или нет если вы досмотрели видео до этого момента то явно вам понравился этот материал а значит ставим лайк не забывай это важно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить да ну что спасибо зомби чезу за поучительный ролик и если честно вот один вот этот вот непонятный такой фрагмент вот эти вот я у мамы русалка вот это вот конечно это интересно надо бы поизучать может быть кто-то в комментариях напишет кто найдет быстрее меня вот эту всю информацию потому что вроде как в чате ребята даже говорят что вроде как не фейк но под вопросом надо посмотреть и поискать именно сама вот это вот само погружение если она официальная то вопросов тогда больше чем ответ удачи